Музыка Уверяю вас, провести там референдум в Молдавии 70-80% проголосует Границы нет у нас общих Ну нету, к сожалению, надо делать границы Надо Николаева Одессу брать, и будет граница Одессу, да, надо Мы предлагаем, да, все говорят, и Харьков, и Одессу Клещи сделают, мы такую роль писали Так, а кто там управляет по этой строительству? Значит, президент свой, сейчас Красносельский Вадим Николаевич Он бывший министр внутренних дел Вот когда он был А потом пришел, когда Шевчук, он ушел И был в этой фирме шериф Путин один раз, ну разберитесь, что это за шериф Это команда такая Но я, в принципе, чем их можно уважать, что они капитал свой за границу не выводили Они все делали в Приднестровье сами И стадион огромный, когда приехал представитель ФИФА Еще блантер был, когда, значит, он говорит, что такого комплекса даже в Европе нет Есть в Европе стадионы побольше, но комплекс, где футбольная академия Там 11 полей футбольных для тренировок и так далее И многое они построили в Приднестровье, конечно, и рыбный завод, и круто Там заправки, магазины Это положительная сторона Но немножко они, будем говорить, придавливают остальных, которые там предпринимают Да, да, предприниматели Поэтому, значит, а так, в принципе Так вот он, этот президент, когда ушел с министра внутренних дел Был начальником службы охраны Вот этой фирмы, огромной фирмы Шериф, да А почему шериф? Все работники, которые отслужили внутренних дел и выходят на выслугу на пенсии Все переходят к нему там на работу Он когда-то сам руководитель этой фирмы Он был начальником уголовного розыска в Тирасполе Ну и там создали, они хорошую империю создали там И связи, и все Связь там, кстати, не системы, не GSM, а CDMA Такая система, которая очень трудно прослушивается Вот, и даже бывший министр государственной безопасности у нас был Был против, чтобы эту систему Знаете, им надо иногда и подслушать кое-кого Вот, но сделали хорошую систему Работает А с Молдавией-то все же какие-то отношения? Я что вам хочу сказать Народ и границы практически открыты Люди ходят туда-сюда Вот, если взять, например, Абхазию с Грузией То там они вообще А у нас очень много людей, родственников Там живут, дети там и так далее И переходят, да, проверяют Там есть пограничники, они там таможенники Дед Воронин-то в Молдавии, он живет в Приднестровье? Он родом из Приднестровья, он не живет Воронин, который был президент Молдавии Он из Дубоссарского района, Коржево там есть А вот Гагаузы, это что за республика? Ну, Гагаузы, кто такие Гагаузы? Это потомки турков Но турки те, которые женились Когда была там ведь вся эта система Болгария, Молдавия, часть Румынии Это все были 300 лет под османским игом За это время там созданы собственные семьи И они получили православие Они ушли от мусульман Получили православие И когда турки ушли Когда империя распалась Они остались Потому что жены Уже дети Их назвали Гагаузы Гагауз по-турецки Это изменник Их так и назвали Значит, Молдавия их 1075 Но они сейчас православные? Православные Православные Но они знают турецкий язык Многие из них одно время установили Серьезную связь с турками Еще когда был Демирель Был такой президент В Турции Он даже приезжал туда Он выделил определенные гранты для турок И они добились Получили культурную автономию Самостоятельности экономически у них особой нет Потому что особой промышленности там нет Там винзаводы есть несколько И Турция помогала Но они имеют культурную автономию Что надо отдать должное Что они в отличие от руководства Молдовы Они пророссийские Я считал, что встречалась У них вот он Председатель правительства Женщина, да Она называется Башкан Башкан по-турецки Голова Голова Гагаузи Вот у них выборы Типа своего как президента А потом при них есть правительство Там какое-то вот такое Значит Вот они Дружат у нас в Приднестровье тоже Они учатся в наших университетах У них ноги Принимали Что такое Приднестровье вообще? Приднестровье Это 12% территории Молдавии И 17% населения А мы производили Приднестровье Более 40% Валового продукта всей Молдавии При Днестровье Ядрис Снежная страна Я не знаю Ну да И там Гресс Приднестровье Есть Кучурганская Гресс Называется Молдавская Гресс Она сейчас принадлежит России Приватизировали ее еще Когда Чубайс был там Приватизировали Так вот И всегда Приднестровье Было Как бы Капитал свой Еще Избыточный был За счет Приднестровья Построен в Молдавии Кишинев Там и оперные театры И органные залы И все-все на свете Будем говорить А правительство в Кишиневе Поддавливало Террасу Приднестровья За время существования Приднестровской республики Вот когда мы отделились от Молдовы Полностью гасфицировано все Построено больше чем За 50 лет совместного Проживания с Молдавией А сейчас конечно Тяжелое там положение Потому что с одной стороны Молдова С другой стороны Украина Зажаты И экспорт Импорт Там надо контролируется Надо платить Молдове Дань Платить и Украине Сложноватое положение Так а наша-то там армия Которая стояла Приднестровая Она осталась или Ну Лебеди Лебеди Ну Лебедя Кстати я привел туда Я Тогда единственный Будучи Председателем Парламента Единственный Кто признавал Здесь руководство России Это Парламент Признавали Потому что Исполнительной Как бы власть Нет А это избранный Народом Орган Я с Борисом Николаевичем Ельциным Разов пять Там встречался Был вхож Вот И Один раз Был у него на приеме И был Рудской Там Ну там Порядок был Таков Что Если Борисом Николаевичем На письме Наложат Резолюции То тогда Ты вхожешь В любое Министерство Все там Решалось А нужны были Там определенные Там же война А война Надо чем-то воевать Мы же Поэтому Решали мы Вопросы Здесь приезжал Он давал поручение Павлу Сергеевичу Грачеву И там Выделяли Определенные ресурсы И так далее И один раз Был Был там Рудской Ну говорит Там Решали определенные вопросы Говорит Когда выйдешь Зайди ко мне Рудской Говорит Только не пугайся Там один Он говорит Человек такой С внешностью Похож на бандита Ну вот действительно Я вышел Бориса Николаевича Потом Зашел к нему Подставляется Полковник Гусев Ну Гусев Там Гусев Ну там Переговорили Рудской Им говорит Езжайте Тогда два самолета Ил-76 ТД Заместитель Шойгу Был Воробьев Погрузили Два госпиталя Потому что Война Там страшное дело И говорит Подождите Там Закончим разговор И я приду Ну Приезжаю я На Жуковский Там Ну вот он Докладывает Полковник Гусев Говорит Что Готовы к вылету Туда-сюда И полковник Гусев А со мной охрана И один из охранников Подходит ко мне И говорит Григорий Степанович Какой же он Полковник Гусев Это генерал Лебедь Я у него в дивизии Служил Десантников Он услышал Говорит Мать И тут не спрячешься Но он как бы Легенду Под этой легендой Чтобы туда пришла Потому что Ну и побыл Там Он Хороший Военный Будем говорить Не надо ему было Лезть в политику Понимаете Это точно Он был Был бы хороший Министр обороны Он Сейчас особенно Нужны Да Ну полез в политику Будем говорить У него Как военный Он Хорошо Но Они не знают Гражданскую жизнь Будем говорить И к нему Прилипали Всякие Ну Он как сильная личность Всякие Прилипали Такие Вот в Террасполе Был Один Ну Невысокого ранга Бизнесмен Имел Киоски Вот эти Вот там Торговал Там Новиков Он его Когда стал Губернатором В этом Красноярске Взял его Заместителем По экономике Ну какой он Заместитель Там Поэтому Ну это Будем говорить А так Он Конечно Своим голосом Громкогласным Тогда Даже То что на Молдавской Он и на На Ельцина На других Здесь Что ходят По миру С протянут Другой Как козлы За капустой Я один раз Приехал И была Встреча С Борисом Николаевичем Ну решали Какие-то Вопросы И Я говорю Борис Николаевич Ну вот Лебедь Приехал Я говорю Срок Пришел Он генерал-майор Надо чтобы Очередное Звание Вот Раз И нету Приказа Как его Командующий Армии Он просто Так Как бы Тут Борис Николаевич Говорит Так Григорий Он такой Угородит Там Значит Действительно На конференциях Он говорит Ну Ладно Поговорили Он нажимает Кнопку Грачев Там Появляется Он говорит Вот Маракуца У меня Просит Говорит Чтобы Ельцину Очередное Звание Уже Надо И Дать И говорит Это самое А Грачев Оттуда Говорит Так он Борис Николаевич Такой Угородит То же самое Как Ладно Ладно Говорит Вызови Дай ему По мордякам И представление На На звание И приказ Готовил Командующий Армии Там Я в гостинице Президент Отель И по ВЧ Там ему Звоню Туда Лебедя Говорю Ну ладно Решили Твой вопрос Говорю Вызовут Сказали По мордякам Дадут И будет тебе И звание Я сам Кому хочешь По мордякам Да Гот Такой Ну действительно Дали Потом генерал-лейтенанта Приказ был В его назначении Он Лепто его Будем говорить В отстаивании Независимости Приднестровья От Молдовы Было в том Что Он громкогласным Таким голосом Своим Осадил Будем говорить Молдавских Этих Он их Называл Что это геноцид Ну кроме того Они Будем говорить Были пристреленные Определенные Точки На стороне Молдовы И когда Она пошла Большими силами Подали туда Там С Тираспольского Этого Самого Полигона Постреляли Немножко Там И они Утихли Там А то были И румыны Там воевали Составами Молдовы Что Нужно Бы Сейчас Надо Бы Как-то Вся руководство Молдовы Стало На стороне Западных Вот этих Всех Структур Стран И против России Ведет Политику Серьезную Ну они Все Учились Там В этих Гарвардзах Туда Сюда И Видать Как все Учили Которые Учились Там Были Завербованы Видать Определенными Службами Они Ведут Курс На Присоединение К Румынии Даже Они Все Это Высшее Руководство Имеет Гражданство Румынии Ведут Такой Курс Народ Не Хочет Этого Если Там Провести Референдум То 60 70 Там Может И 80 Процентов Населения Проголосует За Вход В состав России Или Там В СНГ Сюда И так Далее Но Как-то Надо Это Сделать Конечно России Было бы Выгоднее Чтобы Не только Приднестровье А и Всю Молдову Взять В сфере Будем Говорить Интересов России Тогда Была Граница Как Была При Советской Власти По Пруту И Все Было бы Там Нормально Но Сложно Это Сделать Сейчас Пока Это Руководство Находится Если Приднестровье Когда Я Даже Немножко С моим Мы Сейчас Дружим Хорошо И Дружили И Раньше Карасиным Григорием Борисовичем Он Был Первый Зам Министра Иностранных Дел Сейчас Совет Федерации Но С ним Мне Когда На Государственной Думе Решался Вопрос О Признании Абхазии И Южной Осетии Тогда Надо было И Приднестровье Как Но Он Выступил И Сказал Что Ну Его Конечно Решение Было Решение Общее Руководство России Что У Молдовы И Приднестровье Есть Еще Определенный Потенциал Договоренного Способности Между Ними Учитывая Вот Это Что Я Говорил Ситуацию Что Люди Ходят Но Увы За Это Время Что Прошло После Этого Ситуация С Молдовой Не улучшилась А ухудшилась Имеется Ввиду Взаимоотношения Практически Перестал Существовать Этот Переговорный Процесс Значит Байкотировала Молдова Настаивать На Вхождении Сложно Там Чтобы Решить Вопрос Приднестровья Один Есть Путь Еще Это Как бы Второе Не всю Молдовую А Приднестровье Надо брать Николаев И Одессу Я Приднестровье Граничит С Одесской Областью И все Тогда Будет Единый Путь Туда Через Этот Юг Новороссию И туда Ну Я Полагаю Подспудно Думаю Что Даст Бог Так Она И будет Потому Что Не Только Из-за Приднестровья Если Не взять Одессу И Николаев Проблема Крыма Будет Всегда Тогда Оттуда Достается Крым Вот Хорошо Вон Видите Сколько Ситуаций Погибли Потопили Корабли Там И прочее Надо Это Отсекать Надо Украину От Конечно Соединенные Штаты Там Многое Вложили В Украину Для того Чтобы Сделать Ее Антироссийской Полностью Я знаю Людей Там Множество Людей Работали Они Были Командирами В армии Здесь В России Генералы Генерал Лейтенанты Генерал Полковники Слушайте Как будто Их Подменило Что-то Сейчас Страшно Вот Против России Настроены Там Из-за чего Так у них Это Информации Никакой Другой Отсечены От От Всего мира Будем Говорить И только О том Начиная С детского Садика И всех Остальных Двузовстых Настраивают Против России И там Очистить Надо Вообще Украину От Этой Сволоты Иначе Иначе Передышка Будет И начнут Опять Вооружать И будет Война Еще Больше Надо Вот Собственно Говоря В общих Чертах О нашей Ситуации Там Продолжение следует Продолжение следует